Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Томаты это самая популярная культура на наших участках. Помидоры мы любим все, они не только полезные, но и вкусные. И всем нам хочется узнать секреты получения больших урожаев томатов. Почти каждый начинающий огородник хочет знать, от чего зависит успех выращивания этой культуры. Одним из слагаемых успехов специалисты называют правильную очередность посева томатов. Причем не нужно путать очередность со сроками посевов. Для некоторых нет никакой разницы, ну как срок, очередность. Я сейчас объясню. Срок посева это те даты, в которые мы сеем в разных регионах томаты. И они сильно отличаются у нас в зависимости от региона проживания каждого садовода. В Сибири сеют позже, например в Краснодаре раньше. Даты разные. А очередность посевов не зависит от вашего региона. Она везде одинаковая. Это именно вот список томатов по сортам. Какие из них необходимо высевать в первую очередь, а какие рано начинать сеять. И почему нельзя их сеять позже. Какие начинать наоборот рано, а какие поздно и рано нельзя. Я сейчас объясню, как это все построено, эта очередность. Это очень сложная и запутанная тема. Сначала кажется новичкам, чтобы в ней разобраться до конца, некоторым огородникам необходимо несколько лет. Вот я постараюсь объяснить все теоретически, но пока вы не примените все это на практике, именно в своем огороде, эта информация вряд ли закрепится в вашем сознании, и все это разложится по полочкам. Послушав мое видео о посевах томатов, некоторые уже высказываются, что я говорю одно, делаю другое. Поэтому я всегда повторяю, тема запутанная. И у очередности посева есть свои правила. Это именно рекомендации, которые специалисты растения и воды формируют на основании многолетних испытаний в этой области. Но как у всех правил, здесь же есть и свои исключения. Если по правилам мы должны сеять по порядку, вот сначала поздние, потом уже ранние, и потом уже скороспелые, то сорт, который вы выберете для получения ранней продукции, может быть любым. Но при выборе, вот если вы выбрали сорт для ранней продукции, и в этом случае он получит право первого очередного посева, это может быть и средний спелый сорт, и поздний, и скороспелый. Если вы его выбрали для раннего урожая, он будет у вас стоять первый в очереди на посев. Кроме правил и исключений из них, каждый из нас может внести свои коррективы и все поменять местами, но на свой страх и риск. Вот я зачастую так делаю, и так может сделать каждый, ведь мы сами, вот как я хозяйка на своем участке, я как хочу, так и делаю, сею вообще хоть как. Но я делаю это уже зная, что я могу получить плохой результат. Если я посею, например, наоборот, то может быть очень плохо. Я уже к этому готова. Теперь вот о самой очередности, которая по правилам, по рекомендациям специалистов. Я в прошлом году уже снимала видео на эту тему, и многие его видели, но для большинства огородников это по-прежнему лес густой. Сейчас я еще раз очень подробно расскажу именно теоретическую часть, какие томаты нужно сеять в первую очередь. Как и в прошлом году говорила, повторюсь, что очередность посевов напрямую зависит от сорта томатов. Все они делятся по сроку созревания на несколько групп. Вот ультраскороспелые, потом идут скороспелые, ранние, среднеранние, поздние, позднеспелые, поздние. Подразделений очень-очень много, и действительно можно запутаться. Разделение это, вы должны знать, что все вот это разделение на все эти подгруппы происходит по продолжительности вегетационного периода каждого отдельного сорта. То есть, если ультраскороспелому томату для того, чтобы вы вызрели плоды, требуется всего 60-70 дней, вот написано, от сходов до созревания первого плода 70 дней, так, ложим его сюда, кладем, то позднеспелым сортам на это же потребуется 120-130 дней. Вот видите, написано, срок, сорт позднего срока созревания вегетационный период 120-130 дней. Значит, в первом случае это всего 2 месяца, вот 60-70 дней, а во втором это целых 4 месяца. И каждому понятно, что у них изначально неравные условия, и если мы посеем вот все их в один срок, пусть даже там по 10 семян, но все вместе в один лоток, то первый вызреет раньше на 2 месяца, вот этот вот, но он вызрел бы. Но представьте себе, вот в ранние сроки посеяли, например, в начале марта, и через 2 месяца, когда вот он должен уже давать ультраскороспелые плоды, когда он должен плодоносить, у нас еще и высадить-то нельзя в открытый грунт у некоторых, вот эти томаты. Так что если мы его рано посеем, то он у нас перерастет или погибнет, ну, будет какая-то с ним неприятность. Именно поэтому все вот ультраскороспелые, скороспелые и ранние мы сеем в последнюю очередь. У них очень короткий срок созревания. Хотя многие начинающие огородники-садоводы уверены, что нужно делать все наоборот. Ранние сеять рано, потом средние и поздние поздно. Вот это само слово «ранние», оно относится не к посеву, а к созреванию плодов. Именно понятие этих слов «ранние», «средние», «поздние», они и путают людей. Они, люди, меняют очередность и неосознанно ухудшают конечный результат своими же руками. Ведь если поздние сорта, вот, например, которым нужно 4 месяца до созревания, посеять в последнюю очередь, поздно, они не успеют вызреть, их придется снимать зелеными и оставлять на дозаривание. А ранние сорта, наоборот, посеянные в первую очередь перерастают, рассада вытягивается, иногда даже падает и ломается, еще на окне. Вот эта путаница в очередности посеяв мешает новичкам получить полноценный урожай, даже с отличных проверенных сортов. И приходит разочарование, все говорят, ну я делаю все так же, как вот вы говорите за вами, повторяю, у меня ничего не получилось. Нужно изучать очень подробно все сорта. Вот я рассказала о том, как сеять рекомендуют нам специалисты, и почему нужно это делать именно так. Но теперь про исключения. Если из основного списка сортов вы выбрали 2-3 сорта для получения раннего урожая, и вы сможете высадить эти томаты в теплицу или в другое сооружение раньше других, то эти сорта вы можете сеять в первую очередь в обход всех рекомендаций и правил. Например, выбрали вы сорт вот, Сибирь-матушка. Вот нравится он вам, вы хотите получить именно с него ранний урожай. Написано 85-89 дней, значит, он сеялся бы во вторую очередь после всех вот этих с длительными сроками, у которых, например, сколько здесь, 135-118 дней, значит, надо было по правилам сеять сначала вот титан, а потом уже советский, лентяйку, потом Сибирь-матушку. Но если вы его выбрали, у вас он сразу получает первое очередное право посева. Именно так я сею вот эти сорта свои демидов, Настеньку, вы уже видели летом в теплице, которые потом вот в самые ранние сроки я буду высаживать в теплицу. Вот я их выбрала, они меня устраивают, и хотя они должны были сеяться во вторую очередь, они не относятся к путнеспелым, по правилам я их вообще должна была сеять в конце марта, а я их буду сеять сейчас, вот 28-29, в конце января, в первую очередь. Этим я нарушаю правила, но чтобы получить урожай не в конце августа, а в конце июня и начале июля. Я вот перешагиваю через те, которые будут позже, и начинаю их сеять. Вот и получается. Люди смотрят со стороны, я говорю одно, делаю совсем другое, не соблюдаю очередность посевов, о которых рассказываю всем, и которые рекомендую. Мне даже пишут, что я должна определиться со сроками посевов сначала, а потом уже рассказывать, чтобы не путать людей. Но еще раз повторю, что я всегда озвучиваю несколько вариантов по всем вопросам. Первый, это как рекомендуют специалисты и как делать положено. Второй, как еще можно делать и как делают другие опытные садоводы, любители. И третий, как делаю я. Вам не обязательно делать так, как я. Вы выбираете каждый самостоятельно. Самый лучший вариант подберете для себя только после того, как попробуете все. Опыт приходит все-таки с годами. И сколько бы статей вы не читали, сколько бы видео не смотрели, пока не испытаете сами, это будут лишь слова на бумаге. Вот новичкам все-таки лучше всего я советую начать с первого варианта, с того, как рекомендуют специалисты. То есть, начинаем сначала сеять вот эти позднеспелые, вот 130-120 дней у которых вот эти крупноплодные, потому что им очень долго нужно, пока они вырастут. Вот масса плодов, у которых большие 400, 500, 600 грамм. Потом у нас идет средняя группа, которые 80-90, я вот уже показывала, 89 дней. Потом идут у нас всякие скороспелые, которые просто скороспелые. 90-95 тоже дней. И потом уже в самом конце те, у которых самый-самый короткий вегетационный период. Вот у него всего 70 дней 2 месяца, то есть, от посева до сбора плодов у него всего 2 месяца. Сеять его рано нельзя, он испортится. все самое главное, что вы должны уяснить из всего вот этого моего рассказа, это, конечно, теория, но все равно, что запомните, что для получения крепкой и здоровой рассады необходимо соблюдать очередность посевов. Очередность посевов, в отличие от сроков посевов, не зависит от регионов, она везде одинакова, и для всех она одинакова. Сначала поздние с большим сроком, потом средние, потом скороспелки. В первую очередь нужно сеять сорта с длительным вегетационным периодом, позднеспелые, иначе им не хватит времени на полноценное созревание плодов. И последними сеем ультраскороспелые, иначе они перерастут. Как исключение могут быть посевы для теплиц, для получения раннего урожая, те сорта, которые вы выбрали, для этого необходимо сеять в первую очередь. И последнее, если, нет, и последнее, вот вы сами можете установить свои правила на своем участке, вот у вас понравилось вам высевать вот так, как вы придумали, а не так, как рекомендуют. Пожалуйста, но вы всегда должны помнить, что нарушение очередности может ухудшить ваш урожай. Но эксперименты лично я всегда приветствую, и в большинство случаев получается результат неплохой, отличный от других, но хороший. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня мы очень-очень подробно, я вам рассказывала, изучали именно очередность посевов. И уяснить нужно сначала поздние крупные, потом середники, потом мелкие, скороспелые. Все, если вы будете соблюдать это правило, ну пусть там никаких-то вы там сильно рекордов не побьете, ну хотя бы стабильный, хороший урожай из этих сортов вы возьмете. Томаты вообще любят, когда люди придерживаются правил. Ну а кто хочет экспериментировать, пожалуйста. Огород это полет фантазии он не ограничивает. До свидания. Желаю вам хороших урожаев и по правилам и без. Субтитры создавал DimaTorzok